Вы должны запомнить одну фразу. Логарифм 8 по основанию 2 это 3. Это означает то же самое, что 2 в кубе 8. И это означает то же самое, что 2 это кубический корень из 8. Вот эти три строки обозначают одно и то же. Это формальное определение. Если у вас есть какое-то число А, которое обладает следующим источником. Оно больше нуля и оно не равно единице. И какое-то число Б, которое просто больше нуля. То формула логарифма числа Б по основанию А это С. Это в точности то же самое, что А в степени С это Б. Это просто определение. Конечно, по-доброму надо бы сейчас объяснять, почему этот самый корень существует. Свойства и так далее. Но, ребята, это сильно введет в сторону. Поэтому я сейчас выведу главные свойства, которые мне нужны. Главные свойства такие. Господа, представьте себе, что у нас есть две строчки. Одна строчка это логарифм по основанию А числа Х. Это какое-то известное число. И логарифм по тому же самому основанию числа И. Это какое-то другое известное число. Ну, например, здесь будет написано число К. А здесь будет написано число К. Что это означает без удовольствия? Это означает простую штуку. Что Х это А в степени К. А У это А в степени Э. А значит, Х умножить на У это будет А в степени К плюс Э. А дальше внимание. Значит, логарифм числа Х умножить на У по основанию А это К плюс Э. Мы доказали чрезвычайно важное свойство логарифмов. Посмотрите, что логарифм произведения это есть сумма логарифмов. Согласны? Вот. Это, собственно, главное, что. И вообще-то для этого они были избрецены. В течение многих столетий инженеры вычисляли при помощи логарифмической линейки. А логарифмическая линейка это и есть прибор, который сводит умножение к сложному, соответственно, деление к разности. Это одно свойство. Другое свойство, тоже важное, называется переход от одного основания к другому. Объясняю идею. Есть логарифм по одному основанию. И логарифм нас интересует по другому основанию. Вопрос. Можно ли как-то, что называется, естественным образом перейти от основания А к какому-то другому основанию В? Есть какая-нибудь связь между этими числами или Э? Пусть логарифм по основанию В, А это больше положительное число, не равное единице, В тоже положительное число, не равное единице, все замечательно. Нас интересует связь между числами К и Э. Очень просто. Нужно опять сообразить, что вот эта формула означает, что число Х это А в степени К. А вот эта нижняя формула, а вот эта нижняя формула означает, что число Х это В в степени А. В это А в степени логарифм В по основанию А. Соображайте, почему? Это определение логарифма. Логарифм числа В по основанию А это степень, в которую надо возвести А, чтобы получилось В. Это у нас было написано. Вот. Значит, я могу продолжить эту строчку. Это будет А в степени логарифм В по основанию А в степени Л. А теперь сравним эти штуки. Получается, что К, это что? К это Л умножить на логарифм В по основанию А. Как интересно. Число К мы знаем. Это логарифм. Число Л мы тоже знаем. И значит, я могу писать форму. Логарифм В по основанию А. Это вот это вот мое число К. Это есть логарифм. Смотрите. В по основанию А умножить на логарифм чего? Это же такое. Не Б. Наоборот. Х по основанию В. Когда вот так вот смотришь на это первый раз, то возникает некая пляска непонятных. Где здесь А, где здесь Х. Ребята, есть простое правило. Вот посмотрите просто внимательно, что здесь написано. Если представить себе, что А и В постоянные числа, то здесь фактически написано следующее. Когда нас интересуют логарифмы числа Х по основанию А, то можно узнавать логарифмы по основанию В и все их умножать на одно и то же число. Понятно? Значит, по сути, все логарифмы знаковы. Они отличаются просто в сколько-то раз. То есть, есть популярный логарифм. Есть логарифм по основанию 2. А его очень любят использовать в информатике, в теории вероятности, да? Ну, больше всего в информатике. Почему? Ну, потому что бит, да? Да нет, логарифм по основанию 2. Есть логарифм по основанию 10. Ну, это такая любимая штука у бухгалтеров, да? Вот, замечательно. Есть логарифм по основанию Е. Числоя игра. Да. Логарифм Х это то же самое, что логарифм Х по основанию Е. Вот, я не хочу сейчас на это тратить время. Это не умножить. Нет, оно не умножить. ЛН – это короткая запись для вот этого. Логарифм по основанию Е. Е – это замечательное число. Ребята, я не хочу сейчас на это тратить время, потому что, ну, просто это будет совсем... Я, к сожалению, вынужден буду это все подробно рассказывать, потому что без числа Е в теории вероятности вообще никак. Вот, поэтому он совсем скоро должен был. Вот одно из определений числа Е такое. Это единица делить на ноль факториал, плюс единица делить на один факториал, плюс единица делить на два факториал, плюс единица делить на три факториал и так далее до бесконечности, да? У меня же цель раскоревляться достаточно подробно. А как только хоть чуть-чуть начнешь рассказывать, то, к сожалению, без этого числа не никак. Вот, даже сегодня будут какие-то проблемы. Но сегодня я просто скажу, что ученые доказали, вот, а потом, когда они универнуты. Итак, вот, смотрите, смотрите, какая, какая может быть история. Вот, какие логарифы вам больше нравятся? Давайте, голосование десятичное, двоичное и натуральное. Натуральное в основании Е. Натуральное. Ну, то есть голосование. Кому приятнее двоичное? Кому приятнее десятичное? Ага, таких вообще почти нет. Кому приятнее натуральное? Ну, за двоичное и натуральное примерно одно и то же количество. Поэтому натуральное? Нет, поэтому двоичное. Слушайте, между прочим, есть такая замечательная книжка «Вероятность и информация» автора Никлома. Вот, так вот, в этой самой книжке даже произошло следующее. Когда они написали на ее первый раз, то они там использовали везде десятичные органисты. Отлично. Потом они сделали следующее задание, потом следующее, и перешли к двоичным, потому что в десятичных информацию считать, ну, как-то уж очень не было. Вот. До натуральных они так и не дошли. Хотя я уверен, что им самим было гораздо приятнее. Любому математику гораздо приятнее понятие считать натурально. Но сейчас давайте вдвоично. И быстрее. Да, 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 да. Ребята, а давайте сделать так. Давайте вот эту формулу перепишем вместо числа B, написав двойку. Забавная вещь получится. Логарифм X по основанию A. Это есть логарифм двойки по основанию A умножить на логарифм X по основанию 2. Согласны? Ой, да. Все понимают, что я в этой формуле мог вместо X написать A. Логарифм A по основанию A, это сколько? Это один. Здесь будет логарифм B по основанию A, а здесь будет логарифм A по основанию B. Так вот это получается замечательная вещь. Когда вы здесь меняете местами, то число заменяется на правду. То есть их произведение равно единице. Значит, я могу преспокойненько сказать, здесь возьму и скажу, что из-за этого, если я вместо B напишу двойку, то верна такая форма. Так, вы мне верите? Или не верите? Или уже запутал? Верите? Так, а теперь внимание. Значит, логарифм двойки по основанию A, это единица, деленная на логарифм A по основанию двух. Поэтому, смотрите, логарифм X по основанию A, это логарифм X по основанию 2, делить на логарифм A по основанию 2. А вот эта формула снимает почти все проблемы школьников при работе с логарифмом. Надо просто запомнить, что вот это число, это на самом деле числитель, а вот это на самом деле знаменатель. Если не путать себя специально вечным переходом от одного основания к другому, если вот считать в одном каком-то основании... Хотите в основании 2 все логарифмы, хотите натуральные все логарифмы, или хотите десятичные все логарифмы, то в таком случае логарифм любого числа по любому основанию это просто-напросто дроби. В числителе логарифм X по основанию 2, в знаменателе логарифм A. Все понятно? И вот это резко упрощает вот эту вот вечную путаницу, просто уничтожает путаницу, когда у вас, да, разные основания. Так, теперь, я считаю, что краткое объяснение про логарифмы я закончил.